МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас свята служба информации, телеораду компании Гомелю, студии Маргариты Шибукова. Доброй ранецы. У Жлобина и Мазара появились китайские городы-побратимы. На рынок у Сходной Краины будут поставляться наши яловичные и молочные продукты. Кроме того, китайские гомельские баки будут суместно развивать туристические послуги. Это только малая частка вынников, у которых досягнула официальная делегация Гомельской области подчас визиты в провинцию Цзянсу. Что еще интересует про словников Поднебесной на Гомельшине, доведалась Вольга Вальченко. Плануется, что китайский бок примет дело в мае этого года в Гомельском экономичном форуме, международной выставе «Вясна» у Гомеля. В осенью у хореографичном фестивале «Сожский карагот» и форуме молодых журналистов «Белый пиар». Як рассказали облаканками, гомельская делегация подчас визиту агапила омаль усе сферы деятельности, от промысловости до адукации. Первая партия вуглеводородных ниток предприемства «Светлогорск Химволокно» уже в этом году трапить у Китай. В далекой краине будет наладжена вытворчасть наших комбайнов. Еще одна досягнутая по часу визиту домовленности – это экспорту туристичных послуг. У приватности китайский бок особливо затекавленный у организации палевания на территории Гомельской области. Главная же ставка на развитие транспортно-логистичной системы и инвестиции у промысловость. В первую очередь мы заключили соглашение между Гомельским облсполкомом и провинцией Дзянсу о совместном работе по строительству экономического пояса «Шелковый путь». Это, наверное, самое главное, то, что произошло. Также мы заключили ряд коммерческих соглашений о поставке нашей продукции в Китай, продовольственной группы, так и непродовольственной группы. У Китая отправятся гомельская яловичина и молоко. У холдинга гомельская мясомолочная компания рассказали, что китайцы утекают якосная, экологично чистая продукция. Пробная партия у 10-15 тонн уже рыхтуется до отправки. Шесть наименее у мясной и 21 молочной продукции. А позже китайцы начали усьо частей, уключать у свой рацион. До того же представников поднябесной затекали у яблочный сок гомельской вытворчасти. Твердые потребования по всех позициях протягли термин заховывания. От обранных продуктов сроки хранения именно по мясной продукции 4 до 6 месяцев. Это вяленая продукция, сыровяленые колбасы по молочной продукции. Это 6 месяцев. Это ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные консервы. Там срок хранения до года. По ширине экономичных сувязей у потребований на явности адекватных специалистов. Под час визиту с некалькими ВНУ Китая договоры о супрационнистве подписал Гомельский державный университет имя Франциско Скарыны. Не так давно в университете был открытый кабинет Конфуция. А худка может заявиться региональный институт Китая знавства. Выкладчиками новой ВНУ станут высокопрофессийные специалисты с Китайской народной республики. А первыми студентами – выпускники школ Гомеля и Жлобина. Девять детства подрахтовка по выучению китайской мовы. В минулом году команда школьников Гомельской области заняла на республиканской предметной олимпиаде по китайской мове другое место, соступивши только Минску. Вольга Вальченко, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сгодна с оперативной информацией областного комитета по сельскому господарцу и харшаванне, ранние зерневые культуры в регионе посеяны на 40% отведенных площадь. Это амаль на треть меньшим было на этот час лета. Разом с тем, у сельгазпродприемствах означают, что селета для селбы больше сприяльны климатичные умовы. У приватности гэта тышится на явности вильгать и углебе. Олег Сентюров выехал на палетки Будакашалевского района. Старая техника на палетки не выходит и она занята на другостных, а лета к самым необходным работах. У КСУП Губича кажут, что подчас подрихтовки до поселной лечили литерально кожный рубель, а тому значную участку заполнованного выконали самостоянно, тем больше, что тут мощная инженерная служба и профессиональные механизаторы. Кроме, конечно, шлифовки коленвалов, это, безусловно, надо уже возить на спецпредприятия ремонтные. А остальное, что касаемо двигателей, переборки, переборки коробок, замены сцепления, все делаем своими силами и в своих условиях. Сгодно с оперативной информацией Абл-Сегас Харшу, лидеры на селбе ранних яровых зерневых господарки Светлогорского района больше 120% до плану, а маль по 60% у Калинковицким и Гомельским районах. На Будакашалевшине покойка ли 40, коли летось сели посудности у сухую глебу, то селита вильга тисоке, что на некоторые палетки поселные агрегаты выводят яши рано. Правда, тут необходимо быть вельми уважливыми и постоянно мониторить ситуацию. Захватить эту весеннюю влагу, а потом уже дальше будет видно, если корневая система укрепится за счет влаги теперешней и за счет удобрений, то туда попозже, но если дожди даже не будут проходить, то и влаги достаточно по наших почвах, для того, чтобы растения развивались нормально. В филиале Морозовича Агро, акционерного товариства Гомельский химзавод, селбу ранних яровых зерневых планует завершить до десятка красавика. Тем более, что все техничные макшимости для этого есть. С допомогой главного предприятия селита тут набыли сучасный кабинованный поселный агрегат. Хоть якосно посеять, кажуть, еще не самые головные. Конечно, если не посеять, то нечего ждать урожая, но после посева надо же и химзащиту сделать, и болезни отработать, и подкормку сделать, и удобрения внести. Короче, комплекс мероприятий, чтобы получить урожай. До речи, наявность сучасной специализованной техники дозволяя уже зараз почать опросовку азимых. Те-е штракторы, які выкрасовывались ранее, на увельгодненном глибе просто пошкодили посевы. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район. Выездное посажение комиссии усеагульной конфедерации профсоюзов по пытаниях оховы працы, экологии, здоровья и социального забеспечения працующих пройдя у Гомельской области. Мероприемство просвещено 30-ти годзю катастрофы на Чарнобыльской АЭС. У делу работе комиссии примут супрацовники ВКНКМ СНД и Союзной державы Белоруссии и России. Вученые – ликвидаторы авары, а так само – процовники профсоюзов. Яны ознайомятся с опытом нашей краины о переодолевании наступства авары на ЧАЭС и реабилитации потерпелых. У программе, различенной на три дни, пленарное посажение, наведывание РМПЦ медицины и экологии человека, института лесу. На сёне запланована поездка по Ветковским районе, у Тымлику и наведывание оттеленных вёсок. Дарышу потерпелых районов Гомельской области пошали распроцовывать мероприемства, промеркованные до 30-ти годзя Шарнобыльской катастрофы. Межтым сёне – головная вага на гэтых территориях к дальнейшему развитию. У Хойницким районе створено перепроцовшее предприемство, якое нема аналогов УСНД, при чем яго стабильную работу забеспечивают у Тымлику и мясовые господарки. Наши корреспонденты побывали на вытворчастях. Кабы змонтировать гэтую сушильную вежу, у свой час пришлося разобрать цех литеральна на камені. На палецких сырах подкресливуюць. Аналогичных обсталявання у краинах СНД Пакульняма. Штодень тут можно перепрацовывать до 500 тонн сыроватки. Для шмат яких молокозаводаў раней гэта былі звычайны адходы, а тепер яны не толькі прыносіць прыбыта, калей паставляюцца на експорт. Як и вырабляемые у Хойниках сыры. Пачынаючы с 2011 года их вытворчаст паўлічылыся недзі ў 4 разы. Неуапошню чаргу дзякаучы сыровіні, якая паставляюца ў тымлику из мясцовых сельскосподарчых предприемствов. Новый комплекс «Уксуп Велятін» увелі ў 2014-м. Усё молоко, якое тут отрымліваецца, не толькі высокой якасті, а лей прыгодная мінавіта для вытворчасті сыров. Плюс гэта ферма – мостная падтрымка для экономікі самой господаркі. Если сравнивать с другими фермами, хазяўство і района, то на уровні района смотримся доволі неплохо. Даже первая по удою молока на корову. Значит, за 15-й год удой составил 16-9 литров на корову. Ну і по хазяўству на данному комплексі довім на порядок выше, чем на остальных фермах. У хойніцким райваканками экономічныя пытанні на першім місце. Урэшці ад гэтага ў значны ступені залежыць развіцё соціяльныя сферы. Некалькі школ і дзяцячых садоў, бальніца, установы культуры, плюс жалёва коммунальна гэсподарка. Правда, толькі дапамога бюджету ў хойніках не абмяжовуюцца. Значную увагу тут надаюць реалізація міжнародных праектов. У тым, што місцовы ініціятывы знаходзіць патрымку на такім узроўні, нема нічога незвычайнга. Калі казаць не толькі аб проблемах, але і рэальна бачыць будушыню, разумэння будзе заусёды. Не толька ждём помащі ад гасударства і па програмам чернобыльскім. Мы самі немножка стараемся зарабатываць і развіваць нашу сферу, участвуя в праектах міжнародной техніческой помащі. Это касаецца образавання, культуры і спорта, і многое другое. Олег Сюнцюров, Ольга Канавалова, Сергій Лукашук, Телерадиокампанія «Гомель», Хойніцкий район. Наміснік старшыні Хойніцка гара і ваканка Мажана Шарняўская сёня стане гостей студы Телерадиокампанія «Гомель». У 18 годин 50 хвілін глядзіці аднашасова на таліканалах «Беларусь-3» і «Беларусь-4» інтерактивну праграму «Діалог». Задаць свае пытання, выказаць конструктывныя прапановы, вы можете потелефановавши панумары прамога ефіру «Гомелі» 77 68 45. У «Гомелі» отбылась амежнародна конферэнція, на якій обмярковыліся актуальны пытання і праблемы у ляшэні сардэшно-сасудзістых захворванняў. Яна проходзіла обласным клинічным шпіталі інвалідовачыныя вайны. У делу форумі праняли кардиологі і терапіуты з «Гомельшіна» регіонів Беларусі і Україні. Вероніка Варашілина, Володе, подрабязнастями. Сардэшно-сасудзістые захворвання па ранейшому застаються одной з найбільш актуальних проблем сучасной медицины. Менавіто тому, пачас міжнародной конферэнцію у «Гомелі» були разгляджені не тільки сучасні способи лячення кардиологічних, а лейрозных сподорожних захворвання. До прикладу, ішемічна хвороба серця сполучається з хронічній патологією нырок. Сьогодні в медицинській практиці подобніі випадки зустрікаються у сучасностей. Махчимості, створенні для лячення пацієнтів у Беларусі, зараз відповідають сучасним сусветним стандартам. Сьогодні, якщо говорити о показанні допомоги, допустим, пацієнтам з «Острым коронарним синдромом», у нас іде розвиття становління служби, яке строються не тільки на місті Мінськ і на обласних центрах. Сьогодні вже всі обласні центри і навіть пішло використання оборудування в районних центрах. Создаються міжрайонні центри показанні допомоги таким пацієнтам. У ділу міжнародній конференції прийняли ведучі спеціалісти з Гомельщини, регіону Беларусі і України. Увага докладчиків була приковано не тільки до питання правильного вибору медикамітозних сродків, але й профілактики сердечно-сосудистих захворювання. Часто пацієнты звертаються до урожау о пошній момент, а між тим профілактичні рекомендації для насельництва не складані, однак доволі еффективні. Нужно следити за масою тела, нужно контролювати артериальне давління, нужно хорошо питатися не в плаванні кількість їді, а правильно питатися, уменьшити потреблення солі, уменьшити потреблення овощів і фруктов, бросить курить, умерено употребляти алкоголь, це дає на 10 років продління життя, без медикаментів, без нічого. Подобна міжнародна конференція – выдатна пляцовка для обміну в опыта. Сусвітна медицина – май одзіна і мета і задача, які простію вирішати разом. Вероніка Варашірина, Михаїл Рабко, телерадиокампанія «Гомель». Гомельська обласна організація Беларуського товариства шаруоного крыжа заклікає усіх небоякових допомогші п'ятигадовому Кирилу Кузьменку. Яму необхідна підсадка стволових клеток. Складану апірацію планують зробити у одной із московських клінік. Сьогодні в усіх районах Гомеля пройде доброчіна акція «Допоможем Кирилу». У буйних гандлівых центрах і супермаркетах, а так само на центральному ринку, будуть організованы пункты по збору грошей на апірацію для хлопчика. Подробязну інформацію об місці і шасі проведення доброчіна акція можна отримати по номері телефона у Гомелі 75 55 71. Міжнародна вистава лялішнага майстерства пана Долья у першиню прибыла у Гомель. Частку лепших робот проставили у картінні галереї Горилы Вашанки. Шедеври лялішнага майстерства убачила Ганна Ковалева. Гэту ляльку кличуть пана Долья. Її створальниця білорусський майстер Татьяна Полякова. Три гады тому в образ гэты лялькі став символом буйного выставочного проекта, який стартовал у Мінску і об'яднаў некалькі сотні майстру з 20 країн свету. Частка проведенных экспонатов стала основой перасовной выставы. Чарговым пунктом подорожжа став Гомель. Экспозицію проставили у картінні галереї Горила Вашанки. Занимаюся авторськой куклой і созданням, і організація выставок очень давно. Я, хоч і недавно живу в Беларусі, три года живу в Беларусі, только как переехала, я решила, що це единственна страна, в якій нету выставки авторських кукол. Потому що везде, на постсоветському пространстві существует, в Україні є модна лялька, в Росії іскусство куклы, такі выставки, які, вони дуже давно, вони дуже успішні. По цій причині я і создала таку хорошу, красиву выставку. У гэтый зале размістили 200 ляльк, нікоторым по 100 гаду. Усе роботе супроводжають живопісные полотна білорусських мистакоу. Улику створальника, улялик 7 чоловік з Беларусі, Росії і Латвії. Ця род їх єсть і ті, хто виходить у топ-10 лепших майстрів світу. Я вообще граю. Почему? Тому що у мене куклы отличаются від девичек, будем так говорити, мелочівка. То есть все снимається. На формат куклы 18-19 см не подбереш нічого. То есть на кукольних выставках є люди, які продають фурнитуру. На моїх не подбереш. Все идет, значит, настоящее, маленькое, настоящее. То есть, если это меч, то это берется заготовка, расковывается, затачивается, делается меч. По сутності майстера, які створя ляльку, гэта і кровець, і шавець, і часом навод каваль. Кожная деталь оденя, миниатюрные аксессуары, продуманной до дробецю, і складають суцельный в образ. Увыннику, адным тільки выглядом кожна лялька, здойна выкликать емоції і розмовляць глядачам без слов. На мове зразуміла як дітям, так і дорослам. Ганна Ковалёва, Ігор Марышенко, Телера, Докампанія Гумель. І на гэтым пакулюсьо за развітем падзей, сашыці па нашых выпусках. А я з вами развітвуюся. До повашення. Дякую за перегляд!